Ольга, то есть ты тоже в этой схватке сейчас за Машу болела, да? Я Машу ассистирую. Первая русская девушка, которая носит черный класс? Ну, я думаю, да. Я работаю, ну, скажем так, фулл-тайм в офисе, ну, на работе сижу в науке, поэтому я тренируюсь утром, в обед и вечером. Ходила курсы кройки шитья, да. Три или четыре года занималась хип-хоп, ну так. И начинала с балета. О, я забыла, у меня еще дзюдо, я дзюдо занимаюсь тоже. Ну, меньше по времени, но пару раз в неделю дзюдо занимаюсь, потому что черный пояс уже у меня второй дан. Раз-два раза в неделю тяжелая атлетика, естественно, чтобы, ну, быть в форме. И по выходным серфингам начала заниматься, так что у меня все забито. Девочки-рефери ничем не отличаются от других девочек. Фоточки на инстаграм, все дела. А что вы думали? Вообще-то исторические события сегодня, так-то на секунду. Это уже все отметили. Сирическое на самом деле, потому что из шести, ну или сколько, восьмые рефери, две девочки. И еще и русскоговорящие. Действительно. Вообще-то. Привет. Вопросов куча, но они все сходятся к одному, вернее, исходят от одного. Впервые мы сегодня видели, во-первых, а, девушку-рефери черного пояса на ивенте в Москве в качестве рефери. Б, эта девушка разговаривает на русском языке. Честно говоря, когда я видел, я вот лично сейчас про себя говорю, не про подписчиков, не от лица группы, а лично от себя. Когда я видел твое имя в бреке, так где-то, я считал, ну, может, полячка какая-то. Ну, в общем, никак не рассчитывал, что вдруг окажется, что это мало того, что еще не подписано фриксов, что очень хорошо, еще говоришь на русском, а еще и русское. Представься, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, как вы меня сказали, меня зовут Ольга Бершевская. Фамилия на самом деле польская, потому что, ну, там, по дальней линии. Ну, я сама из Крыма, из Симферополя. И, ну, уехала примерно 15 лет назад. Вот, собственно говоря. И в Крыму, как бы, ну, никогда дежурцией не занималась, его в то время еще и не было. А, как бы, уехав на течение 15 лет, примерно 8 лет была в Голландии, и сейчас около 8 лет в Ирландии. То есть, как бы, и каждый год приезжаю в гости с удовольствием. Вот в этом году решила к вам приехать, познакомиться здесь на соревнованиях, увидеть местных, ну, и себя показать, скажем так. Показала? Да, наверное, нет. Хотела бороться, была не с кем. Ты даже на награждение не вышла. Да, зачем? Ну, мне бедаль, куда ее? Она пустая. Портфолио в свой клуб, например, на стену? Да, меня уговорили, отдам тренеру, пусть повесит на стенку, ему для красоты будет. А ты сама не тренируешь? Тренирую, тренирую. Как давно занимаешься джиу-джитсом? Ну, собственно говоря, как уехала, сразу и начала, вот уже 15 лет. 15 лет? 15 лет, да. Это я сейчас подвис. Ну, просто 15 лет, это же срок. Да, да, 15 лет. 15 лет в этом году. Черный пояс как бы получила в 4 года назад сейчас. Вот будет этот год 4 года. Ну, буквально в ноябре будет 4 года. То есть ты черный пояс и один страйк, да? Да, один страйк, да. Ну, это очень круто. Получается, что формально ты первая русская девушка, которая носит черный пояс. Ну, я думаю, да. Если больше нет, пока. Пока, пока. Нет, ну первая уже да. А, ну первая уже да. Первая, да. Я всегда была, приехала в Ирландию первая, они говорят, ты не ирландка, значит ты не первая. Девочка после меня дали черный пояс, говорит, вот она первая. Я говорю, как же она первая, я 3 года была здесь одна, никого нету, но ты не ирландка. То есть ты умудрилась все-таки дважды в разных странах оказаться первым. Да, а в Голландии была вторая, ну так, да. Сейчас много в Ирландии женщин черных поясов? Нет, я и вот ирландка вторая, ну после меня, и приехала девочка сейчас из Англии. То есть она не местная, Фион, да, она по сути там тоже находится. По-моему, два коричневых есть. И больше, я думаю, нет. А, тогда буду прыгать просто с вопроса на вопрос. Да. С Сумпурга, у нас не настоящие телевидения, мы этим очень гордимся. Много вообще женщин, девушек, бабушек, девочек занимаются в Ирландии и в родительском джорджите? Да, хочу сказать, когда я начинала заниматься, 2000, ну, когда я в Ирландии была, скажем так, это было, например, первый раз был 2008 год, я ездила на соревнования, чемпионат открытый по-ирландски, чемпионат, и я боролась с мальчиками. До Курпура у меня не было ни одной, ну, женщины, чтобы бороться, ни девочек не было. Сейчас на соревновании у нас примерно по 50 женщин. Вот там и синий, и белый, и фиолетовый, ну, коричневый, может быть, там есть несколько, они не всегда борются, а вот до Курпура категории набитый. То есть, естественно, видно, что рост идет, еще пару лет, и там, конечно, будет бум. Как тебе наша осень в Москве? Вообще, я немного шокирована. Я приехала, ну, холодно. Я приехала вот две недели назад в Крыму, ну, 25-30 градусов. Сюда приехала 2 градуса, я одела все, что есть, все свитера, больше ни одежды нет. Так что... В Москве очень много магазинов. Да, ну, скажем так, я как бы не задерживаюсь, поэтому я уже как-то выживу. Как часто ты бываешь в России, в Москве? Примерно вот раз в год посещаю, скажем так, к родственникам приезжаю, поэтому с удовольствием всегда езжу, обычно летом, ну, иногда зимой даже, так, для разнообразия, чтобы на санках кататься. А когда приезжаешь в Крым, ты совмещаешь свои поездки с джиу-джитсу? Да, обязательно. Вот я уже, наверное, лет 6 как езжу, всегда тренируюсь вот с ребятами, там, ну, самбоисты, там, ну, по-разному дзюдо, пальцы ломают, да, тоже бывает. И вот несколько лет, уже, по-моему, 3 или 4 года, и, как я каждый раз, когда приезжаю, провожу семинар, ну, в основном там большая, красивая, по-моему, большое представление, то есть они приезжают всегда с удовольствием, и мы тренируемся всех, кимоно, без кимоно, все кто угодно. И даже вот в этом году хочу сказать, что у меня есть первый синий поезд в Крыму. Который лично ты вручил? Лично я вручил, могу назвать, он будет рад, его зовут Роман Багин, он вообще, ну, зверь. Сюда не приехал только из-за финансовых, скажем так, возможностей, но он сказал, что хочет записаться в IBGF, ну, как мой, ну, он мой и есть, просто чтобы не мой тренер записывал, а именно я, потому что, когда он выиграет мир, сказал, что я буду гордиться. А какую команду ты представляешь? Карсон Гресси, Амстердам. Ну, Карсон Гресси в целом, а в частности, вот, я тренировалась, и как бы мой тренер, он в Амстердаме, то есть я езжу, посещаю их, и они ждут, пока я вернусь, ну, я пока по работе смотрю, когда я вернусь, ну, не планированно еще. А кто-то в тренер, кто вручал тебе черный пояс? Черный пояс, его зовут Маркос Флэша, он черный пояс, 4, 5, по-моему, 5 степени, если я не ошибаюсь, и он уже 20 лет черный пояс, то есть, как бы, он напрямую ученик Карсон Гресси Синья, ну, в то время. А младшего? Старшего. А, старшего. А младшие, как бы, они одного возраста, они друзья, то есть они вместе тренировались. И ты сама также, собственно, ведешь тренировки? Да, я... Это такие же, какие-нибудь детские и женские группы, как принято? Детские нет, к сожалению, времени нет, я работаю, ну, скажем так, фултайм в офисе, ну, на работе сижу в науке, поэтому я тренируюсь утром, в обед и вечером в прерывах, и тренирую женскую группу, вот уже, наверное, ну, 3,5 года начали. Когда я пришла в клуб, в Ирландии не было даже раздевалки для женщин, то есть я там раздевалась, переодевалась в офисе. И я говорю, давайте, ну, надо какой-то баланс здесь. И они говорят, да, начинай, делай. Я начала группу, вот, с нуля, вообще с нуля мы набрали просто бесплатный семинар, показать, что это такое, после него кто-то остался, и так потихоньку. Сейчас у меня группа более 20 человек, и есть 7 синих поясов женщин. Остальные розовые? Нет, остальные не розовые, остальные белые. Ну, я так, я очень так, серьезно подхожу, просто так пояса не даю, они знают, они работают, ну, так, усердно. А мальчик вот у меня, я первый мальчик, я очень даже рада. Ну, я тренирую мужчин, как бы, иногда, но я, как бы, активно, ну, еще хочу бороться на соревнованиях, поэтому я не веду все группы. Окей, ты сказала, что ты не занимаешься full-time, там, как это правильно, full-time walkday, или как бы, на полный рабочий день джиу-джитсу. И тебе хватает вот того количества времени, которое ты трачу на джиу-джитсу, помимо основной своей деятельности, чтобы выступать? Да, более чем. Единственное, что, потому что я, как бы, тренируюсь, ну, два, и некоторые дни, три раза в день даже. Вот у меня в 7 утра тренировка, некоторые дни есть. В обед, по крайней мере, два раза мы тренируемся просто с другим черным поясом, типа спарринг. Если соревнования, мы можем каждый день тренироваться, то есть 5 раз в неделю, и вечером всегда нормальная тренировка тоже, и еще раз-два раза в неделю тяжелая атлетика, естественно, чтобы, ну, быть в форме. И по выходным серфингом начала заниматься, так что у меня все забито. Подожди, а когда же тогда наука? Выходные и вечера. А наука у меня утро-вечер, естественно, 40 часов в неделю наука. Не секрет, что за наука? Нет, не секрет. Занимаюсь статистикой, обработкой данных в экологическом направлении, то есть любые данные, медицинские, экологические, ну, это роли не играет, можно любые данные, я занималась вот этим, джиу-джитсу немного помогала им там, ну, проанализировать соревнования и так далее, результаты, демографические какие-то показатели, это больше как бы проекты выходного дня, потому что джиу-джитсу составляет пока более-менее хобби. Ну, джиу-джитсу тоже науку убивать. Да, науку убивать, да. Поэтому я думаю, что я бы больше не тренировалась, чем я сейчас тренируюсь, это уже максимум, но я бы, наверное, хотела больше отдыхать, скажем так, вместо идти на работу, я бы пошла, например, там, ну, поспать, я не знаю, это, конечно, было бы пожелание. Что мешает? Мешает то, что работать надо. Ничего. Ну, а зарабатывать деньги где? Я на джиу-джитсу только трачу пока. Да ладно, ну, ты 15 лет занимаешься джиу-джитсу, до сих пор только трачу. Нет, я не хочу, если честно, я думаю, что я не хочу профессионально заниматься джиу-джитсу, потому что я боюсь, что такой азарт был и любовь к джиу-джитсу, она как-то пройдет, если это имеет смысл. То есть я люблю побороться, потом прийти, я устала, физически сесть на мой стул, там, и сидеть там на компьютере что-то программировать. Вот так хорошо, как разбаланс между, ну, физическим и, скажем так, ментальным. То есть можно быть женщиной-компетитором в джиу-джитсу, но при этом быть непрофессиональной. Можно, и мало того, я хочу сказать, что в Европе большинство женщин так именно и делают. Вот у меня много друзей, которые уже черные пояса, ну, несколько лет, и они, и доктора, и все что угодно. Это в Бразилии, да, у них там, конечно, более распространено, что они профессионально занимаются спортом, но это не потому, что они выбирают, а потому что просто, я думаю, у них нету большого выбора, ну, к сожалению, там, может быть, в обучении и так далее. Поэтому я думаю, что именно, ну, я думаю, что это не всегда удачно, потому что если они, во-первых, зависят на, ну, финансово от всего, от спорта, и если какие-то травмы или что-то, то уже, как бы, естественно, не можем бороться или что-то. Я думаю, совмещение – это самое лучшее, что можно было придумать. Баланс. Баланс, да, баланс, да. О, я забыла, у меня еще дзюдо, я дзюдо занимаюсь тоже. Ну, меньше по времени, но пару раз в неделю дзюдо занимаюсь, по крайней мере, давно тоже уже. Тоже, черный пояс уже у меня второй дан. Чума, я так хотел посудить, уже желтый пояс заработал. Нет, да, а про дзюдо у меня, кстати, вот через три недели чемпионат мира в Марокко по дзюдо. Я туда еду, буду бороться. Чума. То есть, ты занимаешься дзюдо еще меньше в количестве лет, чем джиу-джитсу? Нет, количество лет то же самое. И в начале первые лет, ну, я не помню, до черного пояса дзюдо я занималась 50 на 50 дзюдо и джиу-джитсу. То есть, поэтому мне для джиу-джитсу, наверное, 10 лет понадобилось или более, чтобы черный пояс взять. Я думаю, потому что я как бы два раза, я как бы два спорта делала одновременно. Вот. А потом, когда после черного пояса под дзюдо, я из Ирландии уехала и как-то продолжала тренироваться. Ну, решила, соревноваться не буду, потому что все-таки дзюдо, оно очень такой серьезный, скажем так, как импакт, да, на тело. Оно рвет его. Тяжело. Физически гораздо, я думаю, что более тяжело дзюдо, чем джиу-джитсу, потому что травмы как бы более распространенные. И поэтому я решила не бороться. Ну, а сейчас, не знаю, как-то тело работает, делаю тяжелую атлетику, чувствую, как машина. Думаю, ну, пойду еще побороюсь, почему бы и нет. Ну, в принципе, Европу я езжу, наверное, с синего пояса, то есть, наверное, с 2008 или 2009 года как бы на Европе я езжу. Я уже даже не могу сказать, какие у меня там, ну, первые, вторые, третьи там места. Так помню, из Европы в 2016 году я еще боролась по адалтам и взяла третье место в абсолютке. То есть, это я считаю, что будет третье, но это хороший титул. В этом году взяла Европу тоже первое место, ну, в весе, в абсолютке не боролась, потому что я так обрадовалась, что у меня все прошло на ура. И я подумала, что у меня концентрации ментально не хватит, чтобы делать еще дальше. И решила, ну, быть, типа, хэппи и хвастить. И по миру я ездила два раза в 2016 и вот в этом году. В 2016 году взяла золото в весе. И, по-моему, третье место в абсолютке, не помню, но в весе было первое место, то есть... В 2016-м ты в адалтах боролась? Нет, в 2016-м была первая... Это 16-й был первый год, что я боролась в мастере. И, да, тогда я взяла первое место на мире. И в этом году, что же я взяла? А, взяла второе место на мире в этом году. Да, я видел фотографию на боте. А, да. Вот, а между этим я не ездила, потому что, как бы, далеко. Я думаю, ну, другие есть преимущества. И, как бы, выбирала другие соревнования, куда ездить. То есть... Я думаю, мне хватило, скажем так... Ну, в джиу-джитсу и науку ты совмещаешь с какими-то другими, скажем так, должностями и обязанностями? Я не знаю, мама, жена... Ну, мамы пока нет. Думаю, как бы, это всё, ну, своё время, конечно. Естественно, время, думаю, наверное, подходит. Поэтому надо думать. Хотя, я думаю, как бы, одно другому не противоречит. Я вот знаю, сколько, ну, примеров, что можно быть и мамой, и бороться, и продолжать тренироваться. То есть это, как бы, я думаю, совместимо. Да, так, в принципе, ну, естественно, у меня времени свободного много нету, поэтому надо его тратить с пользой. Да, я думаю, что я всегда говорю, что я не социальная, потому что разные, там, ну, вечеринки и так далее. Я обычно не хожу, потому что это, ну, вечер выбросил, неважно, а зато весь день следующий ты тоже, как бы, уставший. Я алкоголь не пью сильно, ну, даже просто то, что не выспавшись, уже, как бы, тренировки не будет. Что может заставить прогулять тренировку? Ну, быть уважительной причиной для того, чтобы... А, все, сегодня я на тренировку не пойду. Какая-то другая тренировка. То есть в любом случае тренировка? Ну, например, если я хочу на серфинг поехать, а хорошие погодные условия, там, хорошие волны, думаю, ой, да, и тогда я, как бы, могу от джу-джетс отказаться, не пойти. Или, естественно, если я где-то, вот, в поездке физически не могу, то есть я не иду. А если там премьера в театре? Редко. Это меня... В театр я люблю ходить, но это, как бы, только на втором плане ход, то есть, когда время есть, тогда я его втискиваю. Ну, а бывает такое, что, ну, все, достал этот джиу-джитсу, достал этот дзюдо, а не хочу видеть это. В принципе, не было такого у меня никогда еще. Я думаю, это потому, что я, как бы, делаю разные спорты, и, например, сейчас, что мне помогает, что я, вот, как я говорю, что я, а, я еще капуэрой занималась, как бы, пару лет, только потому, что мне хотелось где-то почувствовать себя, вот, новичком. То есть, вот это именно, наверное, то, что нужно. Когда я хожу, вот, 15 лет, и я прихожу, ко мне все идут, спрашивают вопрос, я, типа, ну, должна ответить их, потому что я самый, там, ну, типа, авторитет, ну, в клубе. Я иногда устаю от этого, естественно. Поэтому, когда я пошла на капуэру или на серфинг, я там что-то делала, они на меня кричат, говорят, там, ой, ты смотрела, куда ты идешь, нет, ты не смотрела, тебе надо, типа, лучше становиться. Я думаю, я не хочу лучше становиться, я хочу, вот, чувствовать себя новичком и наслаждаться этим. То есть, быть в чем-то, вот, новым. Вот это, я думаю, важно. И поэтому, когда я, вот, ну, какой-то день иду туда, прихожу обратно с удовольствием в клуб и опять тренируюсь, и, как бы, это дает импульс. А когда ты пришла в джоу-джитсу и чувствовала себя новичком, ты испытывала похожее удовольствие, как сейчас, от этого вот мобизма? Или тогда это вызывало у тебя какой-то внутренний дискомфорт там? Вначале дискомфорт? Нет. Когда я пришла, во-первых, я начала случайно. Я вообще не знала, что это такое, и не знала, что я так, ну, вообще, как-то так состряну. Ну, у меня был вечер свободный, потому что, как обычно, я ходила везде на разные спорты и так далее. И у меня оказалось время свободное, думаю, пойду попробую, что это такое. И когда пришла, я почти ушла, потому что, смотри, черные пояса заходят. Это было по джи-до, по-моему, я думаю, нет-нет-нет, не пойду. Тренер меня увидел, говорит, а что ты хочешь? Хочешь присоединиться к нам? Я говорю, нет, хочу посмотреть. Он говорит, нет-нет, смотреть нельзя, нужно, ну, типа, он пошутил, говорит, нужно с нами делать. Я говорю, хорошо. Они мне дали кимоно. Говорит, он говорит, пояса там в коробке. Я взяла какой-то пояс, подвесила, пошла, мы занимались. Мы там что-то, по-моему, кувыркали, самостраховку делали, и я вообще ничего не могу. А он смотрит на меня, говорит, какой у тебя пояс? Я смотрю, у меня зеленый пояс висит, говорю, я не знаю. Говорит, а что ты зеленый взяла? Говорит, а что ты зеленый взяла? Говорит, я не знаю, первый какой попался. Говорит, и поди поменяй. И после этого я, это раз в неделю было, пару недель, говорю, хочу больше. Он говорит, вот, тут у нас есть другой день джиу-джитсу, приходи тоже. Хочу больше, потом три раза, четыре раза. Мне было, пошла в разные клубы, и после первого года я уже более трех лет, более трех раз в неделю начала заниматься, и как бы это все вышло теперь, ну, вышло из рук, скажем так. Теперь занимаюсь во все время, да. Вот действительно, мне было просто случай такой, вот, что я попала. Я не знаю, чем бы я сейчас занималась, если бы тогда я как бы не пошла. А вот тогда, каким-то видом спорта? Да, я занималась хип-хопом, танцевала. Три или четыре года занималась хип-хопом, ну так, любительски, естественно. Занималась разными, там, я не знаю, такими, что давали там спортцентры, разный там, бодибилдинг, такое разное, ну, немного всего, скажем так. То есть, если я еще скопну, то дойдем, найдем у тебя где-нибудь в биографии вышивания, вязания. Ходила на курсы кройки и шитья, да. И начинала с балета. С балета, по-моему, ну, естественно, в детстве. И как бы с тех пор, как научились садиться на шпагат и делать мостик, это когда никогда не забудешь, до сих пор умею. Да-да-что. Да. Ну, здорово. А когда маму станешь своих детей, поведешь в джиу-джитсу или в балет? В балет, в джиу-джитсу, думаю. Джи-джитсу или дзю-до, я думаю, что для детей, как бы, ну, даже несколько лет джиу-джитсу, оно хорошо, хорошо сочетается. По поводу несколько лет джиу-джитсу, частенько джиу-джитсу применяешь на соревнованиях в джиу-джитсу? Не частенько, раньше, до черного пояса, практически всегда, у меня был бросок, скажем так, в начале схватки, сейчас все гораздо более осторожные, либо они... Сложно бросить человека, который сидит на попе? Да, они начинают уже практически сидя, практически сидя, мы это знаем, и, возможно, просто мы друг друга знаем, мы постоянно боремся, то есть я думаю, что люди просто знают, что я хочу работать в стойке, и они как бы еще быстрее уходят и садятся, да, поэтому сложно. Последний бросок у меня был на Европе, я сделала бросок, а так в основном, только я хочу, они уже сидят. То есть вынуждены гард пасть? А я люблю, да, я с удовольствием, я как бы пулгард никогда не делаю, только если я вижу противник какой-то там, олимпийский чемпион под джиу-дот, тогда я думаю, ну не, я сяду. Вот, а в остальных случаях, то есть меня еще никто не бросал никогда, ну, я с удовольствием прохожу ноги, и даже я люблю, на тренировках я обычно, вот я сверху, как бы так. Школа такая, типа олдсбул. Нужно действительно начинать со стойки и пытаться в таком вот высоком положении пытаться как бы начинать с броска и далее продолжать. То есть гард пул я принципиально не делаю. Может быть иногда в клубе, когда там где-то уставшая или что-то, а вообще вот на соревнованиях у меня, по-моему, за это все время, я ни одного раза гард пул не сделала. Ну, так же можно без гард пула и проходить все 10 минут, ну, в твоем случае, по черным поясам. Вот как ходит, допустим, какой-нибудь Атавиа на Алате, вот он 10 минут ходит, ходит, толкает своего оппонента до сюда. Ну, как бы такие схватки. Вот как сегодня я видела, схватки были в стойке все время. Я думаю, как только они оказывались в низу, они подпрыгивали, это тоже, я считаю, неправильно. То есть бразильское джиу-джитсо, оно в партере, но начинаем мы бороться в стойке. То есть помня о том принципе, что джиу-джитсо было изначально как самозащита, и оно до сих пор должно быть самозащитой. Цель на соревнованиях, то есть мы тоже всегда, как судей, это обсуждаем, не получить какое-то преимущество или адвантич, и выиграть, и сказать, быть себе в группе, сказать, я чемпион мира на адвантич. Это не есть цель. Цель, чтобы сделать какой-то, ну, сабмишин, скажем так, финализировать это. Вот это наша цель. Поэтому для всех, кто тренируется, я думаю, что нужно, это очень важно, как бы быть таким, ну, целостным, скажем так, тренировать все зоны, скажем так, и в стойке, и в партере. Заканчивая этот пример, вот у меня моя группа девочек, да, мы делаем броски, и когда мальчикам, с мальчиками я броски, ну, только делаю, когда я их тренирую, а предпочитаю их не тренировать часто, потому что, если это я не тренируюсь, если я их тренирую, как бы это общая группа, и поэтому я знаю, что когда девочки борются в конце каждой тренировки, они все начинают в стойке без проблем. Они делают броски, мальчики только себя с глазами выпученными, думаю, откуда они все это знают. Мальчики этого не умеют. Видно, даже если они не смогут кого-то бросить, их не бросят. То есть они чувствуют себя комфортно, стоя на ногах. Я считаю, что это более красиво и, наверное, более правильно для джиу-джитсу. Тебе с такой точкой зрения, с такими взглядами просто необходимо однажды попробовать все ягод грэпплинги и добыл и добыл? Ну, наверное. А по правилам что у них там? Интересно, подходит под мою концепцию, да? Под твою концепцию, да. То есть, условно говоря, люди не пулят гард, борются в стойке. И тот человек, который пулит гард, его наказывают. И он оказывают, да, двумя баллами в пользу соперника. И красный, я никогда не пулю гард, так что пусть другого наказывают. Значит, мне нравится уже, да. Ну и там красное кимоно. Да. Красное и синие. Красное и синие, как по самым значительным. Да. Полу-кимоно. Не, ну там полностью кимоно. Я называю полу-кимоно, потому что это как-то не хава. А в грэпплинге полное кимоно, штаны, бояс, все. Красное и синие. Прекрасно. И рашгарды красные и синие. Прекрасно. Спасибо за информацию. Попробуй, да. Ну, смотри бы же Фрикс. У нас вот на днях мы будем выкладывать наших ребят с чемпионата мира. Ты тут поймешь, что такое UW-UW. Ну, я думаю, что я просто схватки видела. Как бы, ну, естественно, не было времени вникать в подробности, в такие вот, как бы, по правилам и так далее. А еще там не риппинг разрешен. Разрешен. Да. Хорошо. И нет деления на пояса. Это хорошо. Вот деление по поясам, кстати, одна тема, которая, как бы, здесь в джюджит у меня немножко, ну, потому что людей мало, да, в некоторых категориях. То есть, как под джюдо у нас деления по поясам нету. То есть, все борются, у кого белый, у кого синий пояс под джюдо, и если, ну, я имею в виду белый, это как маркировочный, да? Угу. Ну, условно говоря. То есть, есть специальные соревнования цветных, а так, все остальные, они, как бы, без деления. Я считаю, что, наверное, лучше, больше людей. Ну, вот, также здесь, в граблинге, нет деления на пояса. Разрешен нериппинг. Разрешены расширенный арсенал болевых на ноги. То есть, футлоки, нериппинг, чак колена, кисть, ущемление. Я смотрю, буду выкладывать, гляну, может быть, это будет, скажем так, новое хобби. Ну, крутяк, заманил. Традиционный вопрос, который обычно задают на настоящем телевизии. Мы не настоящие, вот на настоящем телевизии женщины из единоборств задают такие вопросы. Ну, что там, приходилось применять навыки в быту? В быту? Нет, не приходилось. Я рада этому, потому что, в принципе, мы знаем, как бы, ну, конфликтов нужно избегать, если возможно, поэтому, как бы, нет. Ну, не в быту я не про быту говорю даже, а вот как самозащита, скажем так. Ну да, я тоже не про драки на кухне. Да, да, нет, не приходилось. Просто, ну, я рада этому, потому что, естественно, как бы, ну, такие проблемы, они не нужны никому, вот. И я думаю, что единственное, что, как бы, это, ну, то, что само, как бы, скажем, осознавание того, что, ну, если необходимо, то можно, как бы, ну, себя защитить. Я думаю, что оно даёт такой, ну, такую самоуверенность. Не только, вот, как средство самозащиты, а и вообще в жизни в целом. Вот, например, ну, такой типичный пример. Я как-то раньше вообще не любила паблик спич, да, вот это вот, на конференциях выступать, когда такая толпа соберётся, и вся от тебя смотрит, слушает, что ты скажешь. Я так не любила, но это давно. А потом как-то стала потихоньку практиковаться, и потом, когда я выхожу туда, думаю, ну, вот сколько здесь в аудитории, 100 человек сидит, сколько здесь человек, вот, ну, там, я не знаю, могут поднять, там, гирю на 20 килограмм, там, столько-то раз, или поднять, там, ну, рывок сделать столько-то килограмм, или вот борются, как у них, там, чёрный пояс по джиу-джицу. Ну, наверное, единицы, или, наверное, никто. Ну, по сути, никто, мы не знаем, но я думаю, что никто. И это даёт вот такое, как-то, такое чувство, ну, становишься таким более, таким, ну, как скажем так, уверенным в себе, и как-то, да, ну, как говорится, кам, да, типа, такое спокойствие, спокойствие даю, да. Превосходство, но в хорошем смысле слова, не такой типа пренебрежения, а вот именно, что вот, да, я могу, там, спокойно, и всё. И в любой сфере можно принимать любые ситуации, там, даже вот, когда кто-то там хочет, ну, там, я не знаю, спорит, или, там, ругается где-то, там, я не знаю, в транспортных магазинах, я думаю, ну, пожалуйста, это ваш выбор, я, типа, буду спокойно и, как бы, так, хладнокровно относиться к этому. Поэтому я думаю, что действительно это меняет, вот, людей, характер в лучшую сторону. Работа в эфире, как давно в твоей жизни? Начала в прошлом году, даже, если честно, ну, не хотелось, как-то отпугивала, потому что смотрю, сколько работы, сколько правил, и я сколько этих курсов проходила, никогда не могла их запомнить, я была в шоке. И как-то получилось, я ехала в Копенгаген по работе, и моя подруга, которая тоже чёрный поезд, кстати, там, ну, она из Бразилии, но она, как бы, живёт в Дании всю свою жизнь, она говорит, ой, у нас как раз Danish Open, приезжай, будешь работать. Я говорю, нет, не буду. Она говорит, нет, нет, нам нужны люди, пожалуйста, поработай, я в шоке. Она говорит, почитай правила ещё раз, ну, я сижу в самолёте, читаю правила. Это было более года назад, в мае, по-моему, прошлого года. Она меня, я туда прихожу, они мне сразу дают одежду, всё, говорит, иди. Я, конечно, в шоке. Ну, всё прошло нормально, я думаю, конечно, ошибок там, ну, некоторое количество было, но я надеюсь, что они, как бы, так результаты не меняли. После этого, думаю, да, в принципе, не так уж и страшно. После этого, как бы, было соревнование в Ирландии, АБДЖФ уже, и мне говорят, вот, давай, будешь работать, мы тебя поставим, типа, стажироваться. Я говорю, хорошо. Ну, в итоге, я, по-моему, три схватки, со мной был другой, ну, чёрный поезд, ну, рефери, который, как бы, смотрел, и мне помогало, после этого он ушёл, я, как бы, весь день проработала, и всё было нормально. Думаю, о, ничего себе получается, а зато, как бы, ну, в принципе, после этого я, мне понравилось, я стала больше, больше, больше работать, и не только АБДЖФ, вот, ездила в этом самом, в Марте, на Абудаве Grand Slam в Лондоне, очень понравилось, супер соревнование большое, очень организованно там работала, потом, и просто вот, ну, такие местные соревнования, скажем так, ну, про местные, я имею в виду национального уровня, там, French Open, да, приглашали, в Ирландии буду вот на следующей неделе работать, и на Мире работала тоже, первый раз, вот, четыре дня выжила, и никто не жаловался, это самое главное. То есть, как бы, да, теперь чувствую, что много там таких, вот, скажем так, в правилах, я называю их, как бы, серой зоны, там, где есть, ну, не да, не нет, а что-то между ним, то есть нужно применять знания джиу-джитсу, чтобы понять, кто, ну, что пытается, какая, скажем так, я не знаю слово, интенция, да, это интенция, наверное, английская intention, да, кто что хочет сделать-то, там, хочет он ноги пройти или он не хочет бороться, то есть вот это, ну, в этом помогает опыт, вот именно опыт, как, вообще, по джиу-джитсу и опыт от соревнований, то есть видеть, что происходит. То есть это в совокупности, я думаю, даёт спокойствие, ну, и, естественно, правила нужно знать, но ещё важнее знать джиу-джитсу. На каждом курсе говорят, знание джиу-джитсу самое главное, то есть даже не правило на первом месте, а вот знать, что происходит и почему. Впервые слышу такой развернутый ответ на эту тему. Да. Вот именно о связи знания джиу-джитсу и знания правил. У нас в России как-то по-другому к этому. У нас на каждом, вот, на каждом, у нас перед каждым соревнованием есть курс подготовки судей, и, например, вчера у нас был практически почти 5 часов. Это потому, что люди спрашивают вопросы, мы вот разговариваем, разговариваем, и каждый раз что-то подчёркивают, что-то новое. И каждый раз вот они начинают, что джиу-джитсу изначально было для самозащиты, и что знание джиу-джитсу – это самое главное при работе судейской деятельности, скажем так. Я согласна с этим моментом. Ну, когда легко, то легко. Когда бывает такое скрэплое, я думаю, у-у-у, как бы тебе не показываю лицо. Мне кажется, что это… Когда посетишь Россию в следующий раз? Пока не знаю, но наверняка в следующем летом. Может быть, и зимой. Пока не знаю, как бы. Может быть, выступишь где-нибудь у нас на соревнованиях? С удовольствием, если будет с кем. Приезжай как рэфель и как спортсменка, и как профессор приезжай. С удовольствием. Приезжай с семинарами. Давай покажем нашим людям русскоязычную девушку чёрного пояса. Давайте насчёт семинаров с удовольствием, потому что я обожаю преподавать. То есть, когда я вижу, что у людей какой-то интерес такой вот особенный, я с удовольствием показываю, как бы, ну, то, что я люблю, и что для меня, как бы, скажем так, работает, да, техника вот именно. Поэтому как девушек, так и, ну, парней, то есть, с удовольствием. То есть, надо как-то подумать и организоваться. Мы очень бесцеприимы. Прям вот рады-рады, всегда рады. Хорошо, обязательно. Значит, мы, ну, типа, будем думать дальше. Супер. Не буду тебя больше отвлекать. Наверняка день был тяжёлый, уставший. И хочешь есть? Хочу есть, да. Спасибо тебе большое. Искренне рад был познакомиться. И наверняка нашим ребятам, которые сейчас это всё смотрят, было достаточно интересно. Спасибо большое за интервью. Всё понравилось. И до следующих встреч. Оно, няша, но не наша. Чем, блин, наши няши, наверное, не выходят? Кто сказал, что я не наша? У них есть рубрика, называется няша, но не наша. Они там всяких чужих баб заграничных. У нас была рубрика с нашими, и они вдруг кончились. Хотела вам сказать, что мне ваша рубрика про баб не очень нравится. Как-то так, ну, не патриотично. Там девушки стоят как-то. Лучше бы сделали наш няши или не наш няши. У нас была рубрика, она как-то так. У нас была рубрика, она как-то так.